Я говорю о каких-то высоких стандартах сейчас. Это поможет кому-то, но не всем. Но это надо знать. Надо знать, что если соблюдать салибат, месяц допустим, то, ну то есть не заниматься сексом, то сила семени от этого возрастает. Часто бывает так, что возникает функциональное бесплодие, особенно у мужчин, когда они сексом занимаются слишком часто. Так, например, если заниматься сексом раз в неделю, мужчине, допустим, в 30 лет, то не факт, что у него будет возможность зачать. Семень не может набрать силу, оно слабое в этом случае. И, ну, перед зачатием надо хотя бы месяц не заниматься сексом, салибат соблюдать. И это дает всеми не силу. Некоторые говорят, что от этого уретрита развивается. Уретрит развивается не от того, что цилибат соблюдать, а от того, что думать о тетках постоянно. Вот от этого уретрита возникает. Если мужчина постоянно, ну, только мысли у него голая женщина в голове, то когда он думает о голой женщине, в это время энергия идет в уретру. И там воспалительные процессы начинаются. От перевозбуждения постоянно половых органов начинается воспалительный процесс. И мужчины думают, что если я буду за сексом заниматься каждые пять минут, первого возбуждения не будет половых органов. Ничего подобного. Ведь, наоборот, говорят, чем больше масла в огонь подливаешь, тем больше он горит. Поэтому мужчина, наоборот, который как бы способен перетерпеть. Но перетерпеть не означает просто терпеть. Это означает перенаправить энергию. То есть мужчина должен спортом заниматься, каждый мужчина нормально. Должен молиться, должен аскезы совершать, какие-то посты, допустим, там и так далее. То есть должен делать что-то, чтобы энергия семени поднималась вверх. Это и дает человеку мужественность, силу. Энергия семени мужчине дает все качества хорошие. Ее нужно копить для развития себя как Личности. Это значит, если ты ее все время тратишь, то Личность твоя не развивается мужская. Храбрость, сила памяти, сила интеллекта, целеустремленность. Все это тает от того, что мужчина слишком сильно расходует семени. Поэтому нужно аскезы совершать, копить семени. Но также это нужно и для зачатия, потому что если семя слабая, то зачатие невозможно совершить. В древних писаниях описано, что древние мудрецы, которые знали, как копить силу семени, были описаны случаи, когда мужчина просто отдавал семя женщине. Она просто его вставляла в лоно, просто вот так вставляла. Не надо слишком глубоко заводить. Немедленно происходило зачатие. Семя могло храниться в лоне месяцами. Оно не теряло силу. Вы не можете представить себе какие-то вещи. То есть это огромная сила. И мудрецы такие, они никогда, их никогда семя не пропадало. То есть оно всегда зачинало ребенка. Не было такого, чтобы нельзя зачать. Эта семя обладала огромной силой. Мы с вами не мудрецы. И семя у нас не обладает такой силой. Поэтому если говорить вообще о днях зачатия, то здесь надо тоже быть осторожными. Я еще как бы на этот счет кое-что скажу. Итак, за полгода нужно готовиться к зачатию. Что нужно делать? Нужно прекратить употреблять алкоголь, наркотики, сигареты. Женщина, если употребляет сигареты, возможность зачатия генетически ненормальных детей возрастает в разве. Возможность бесплодия возрастает в разве. Пиво, оно как бы делает мужчину бесплодным, потому что пиво увеличивает эстрогены, женские гормоны. И поэтому мужчина, когда он пьет пиво, у него пивной живот появляется, такие красные щеки. И, соответственно, теряет возможность зачинать детей. То есть эстрогены возрастают в организме. Точно так же у женщины, которая курит, увеличиваются мужские гормоны. Голос становится грубым. Вот. А ты такой холодный. Какая сверхуки, а? Ну, люди пьют и курят не просто так. Они просто снимают психическое напряжение. И просто так это не бросишь. Поэтому я вам всем рекомендую, если как бы все-таки у вас, вы курите и выпиваете часто, и вы хотите зачать ребенка, то, ну, как бы это, особенно курение, это страшная вещь, даже и особенно для женщины. Зачинать ребенка очень опасно. Особенно, ну, если есть спирт в кране, зачинать ребенка очень опасно. Возможность, вероятность генетических отклонений очень высока. Лучше всего просто бросить. Хотя бы на время зачатия. Хотя бы на месяц. Люди курят и пьют, потому что нет сил с этим справиться. Часто люди не осознают причину, почему так. А причина очень простая. Человек перенапрягается и не может снять напряжение. Он не знает, как это делать. И самый лучший способ это делать, это молитва. Она настолько сильно психику делает счастливой и спокойной, и радостной, что это просто невозможно описать словами. Поднимите руку, кто это реально прочувствовал. Есть много людей, которые уже делают это. Я знаю много людей, которые бросили пить, курить, незаметив. Просто начат молитву, в правильном настроении, сознании. Человек, ну, даже не хочется. Теряется необходимость просто. Очень важно также знать, что мясная пища не способствует ни зачатию, ни рождению нормальных детей. Эта пища, оскверняющая сознание, вот, она тяжелая для человека, и она увеличивает склонность к онкологии и болезням в целом. Это не пища, способствующая зачатию. Некоторые думают, что если мясо не есть, вообще сил не будут зачинать. Это факт, что мясная пища опускает энергию вниз, увеличивает вожделение. Желание секса оно увеличивает. Так же, как это делают лук, чеснок, хрен. Ну, то есть, есть продукты, которые увеличивают вожделение. Вино увеличивает вожделение. Это факт. Но невозможность зачать. Это разные вещи. Возможность зачать, она основывается на силе здоровья человека, а не на силе полового желания. Это разные вещи, в принципе. И патенты тоже имеют половое желание, понимаете. Вот когда, допустим, человек ест мясо, у него увеличивается желание сексом заниматься. Но от этого сила семени не возрастает, хватает, наоборот. Для увеличения силы семени полезны есть корнеплоды, женщинам и мужчинам. Есть силы женских гормонов. Просто есть разные корнеплоды. Есть корнеплоды, которые больше мужской энергии, а есть корнеплоды, которые больше женской энергии. Вот и вся разница. Но эти и другие корнеплоды увеличивают возможность зачинать. Для женщин также важно знать, что зачатию способствует молочная пища. Вот, допустим, женщинам хорошо для зачатия, для нормальной работы гормональных функций, сливки по утрам. Сливки есть по утрам. Коровьи есть сливки, с коровьи и молока. Мужчинам хорошо для зачатия сметану есть. Они повышают потенцию, силу, как бы возможность зачатия, повышают активность семени. Такие корнеплоды, как тыква, кабачок, ой, что я говорю? Сейчас возвращаюсь назад. Такие корнеплоды, как, допустим, свекла, картошка, они увеличивают женскую энергию. А такие, как морковь, хрен, пастернак. Я же говорил, что забыл. Женщин – это уже лекарство. Сельдерей, да. Сельдерей – вот это… Ну, сельдерей мужчинам и женщинам подходят. Пастернак, морковь больше для мужчин подходит. И крем. То есть они увеличивают силу семени мужчин. То есть вообще корни, корни, они обладают силой увеличить возможность зачатия. Очень важно для женщин знать, какие корни подходят для вообще в целом, как бы увеличения силы женского организма. Это, например, корень петрушки. Такой силой обладают. Петрушка сама по себе имеет женскую энергию, а укроп – мужскую. Вот. И корень петрушки женщинам хорошо тоже употреблять. Он увеличивает, с одной стороны, георез, там, работу почек, а с другой стороны – это все одна и та же энергия. Он увеличивает также энергию возможностей с женского цикла. Картошка для женщин хорошо. Печевы для женщины возможно зачатия. Клубни картофельные. Ну, картошку не поешь сырую, а вот свеклу можно. Свеклу можно. Поэтому, если сырые корни, обладают больше энергии. Допустим, их можно есть в салатах. В целом, увеличивание, если увеличить корни в рационе, то это очень сильно способствует увеличению возможности зачать. Потому что корни, еще раз повторяю, они, с одной стороны, энергию внутрь в организм заводят, то есть увеличивается качество переваривания пищи, а, вторых, они энергию не идут вниз. То есть, чтобы зачать, нужна энергия, чтобы достаточно вниз шла. Когда человек работает, напрягается, допустим, трудится, у него энергия вверх всегда идет. И сейчас люди живут в стрессе. А стресс – это тоже энергия вверх, но отрицательная. Когда человек отдыхает, радуется жизни, когда он на земле находится, зарядку делает, то очень большой приток энергии идет вниз. Закаливание способствует этому. Тогда возможность зачать возрастает. Для мучищин однозначно это вот женьшень и корень хрена, корень пропориса, он как бы вообще в целом как бы увеличивает возможность иметь сильное семя, но он энергию вниз не дает. А вот корень женьшенья и корень хрена, они энергию вниз ведут. Но корень хрена, он также увеличивает вожделение у человека, бесконтрольность семени. Поэтому, может быть, за неделю, допустим, за зачатие, хорошо корень хрена пить, но не месяц, когда подготовка идет, а то мужчина полезет на стенку. Вот. А корень женьшенья этого не делает, он спокойно как бы переносится. Женщинам надо больше есть молочной пищи. Для работы гормональной функции женщин в целом, женские, также хороши овощи в целом. Например, кабачок, тыква, баклажаны, они способствуют работе женских органов, они способствуют возможности установить, чтобы цикл хорошо как бы шел. То есть, вот эти вот. Для мужчины очень важно семя, еще семена, то есть, проросшие зерна, то есть, все подряд, без исключения, какие нравятся. Вот продукт какой-то нравится, допустим, нравится горчица, специя, можно ее проращивать. Нравится укроп, можно проращивать. Нравится кориандр, можно проращивать. Нравится горошек какой-нибудь, можно проращивать. Любые семена можно проращивать. Они, вот, расточки сантиметра достигают, все там, очень много силы в этих семенах. И, если вы можете в салатах есть их, если в сыром виде вы их едите, то это способствует зачатию, возможности зачатия. Но, это все надо сочетать с гимнастиками. Для мужчины очень важно для зачатия делать физические упражнения. Можно гантельки тягать, можно приседания делать. Ну, то есть, какие-то упражнения, связанные с ногами в основном, с нижней частью тела. Бег хорошо очень способствует силе семени. Закаливание. А вот, если вы в баньку перед зачатием сходили, то у вас ничего не получится. Потому что, когда мужчина в парной сидит, у него тает сила семени от этого, слабее. Вот. И у женщин, то, ну, баня это не вариант перед зачатием ни для кого. То есть, можно в баню за две недели сходить нормально. Ну, то есть, баня хорошо для здоровья, но перегрев и переохлаждение сильное непосредственно за пару дней перед зачатием это нехорошо, неправильно. Если вы у вас целыми днями за компьютером сидите, ну, может быть, надо как-то перед зачатием пару дней может не делать этого. Это поможет тоже. Ну, желательно попаститься недельки за две, за три. Не прям перед зачатием. Пост перед зачатием ослабляет возможность зачатия. Нужно поститься в неделю за две, за три. И вот есть там разные способы чистить печень. Я не советую вам ими пользоваться, потому что это опасно. Вот эти масло пить, там, лимон есть, это жесть. Некоторые такие там вещи в организме происходят страшно. То есть, ну, нельзя. Перегрузка организма. А вот, допустим, взять просто на салате, как посидеть два дня. Вот такая очистка организма. Очень хорошо. Это естественно и легко. И надо сидеть на тех салатах, которые вам нравятся. Просто вы чувствуете, что они хорошо для вас. Вам нравится кушать такую зелень. И вот зелень эту кушайте. Можно с маслицем, там, с растительным, с каким-нибудь, который, опять же, нравится. И вот недельку, ну, несколько дней, 3-4 дня на сырой пище очищается хорошо организм от этого. А если посидеть месяц, так вообще. Но просто одной сырой пищей питаться опасно, потому что это может вызвать сильное напряжение психики. Обычно через 3 месяца сыроедения у людей начинается психическая напряженность сильная, которую, ну, невозможно ничем убрать. у кого вот такое произошло, поднимите руку. Соледением занимается и он напряглого сильно. Есть такие люди? Вот, значит, надо заканчивать уже. Прямое показание. Есть люди, у которых очень много огня в организме. И, кстати, вот у мужчин одна из таких частых причин, почему нет зачатия, это горячее семя. Вот в этом случае, 100%, если мужчина, смотрев, как предылить, что семя горячее, несколько признаков, которые вам перечисляют. Первый признак с наиболее частой. Мужчина теряет семя раньше, чем положено. Второй признак это жарко спать, постоянно ему надо открывать форточки. Третий признак плохо становится от острой пищи, жареной пищи, плохо организму человеку становится. Это признаки, что семя горячее, гневливый человек, быстро воспаляется, ну как быстро гневается, выходит из равновесия. Красное лицо, красные глаза, красные быстро. Признак семя того, что семя перегревается. Человеку может давление сильно повышаться, тоже признак перегрева семи. В этом случае для зачатия нужно есть сырые корнеплоды. Салаты из сырых корнеплодов диету больше, там до 70-80% такой пищи в рационе вылечит бесплодие. 100%. Просто семя наполнится силой, холодной силой, она остынет и все будет хорошо в этом случае. Вот, для того, чтобы семя не сгорало, также важно знать, что жареная пища, а также красный перец сжигает семя вообще по-зверски просто. Ну, то есть, его вообще лучше уменьшать, употреблять пищу мужчинам, если они хотят зачать. Сжигает семя красный перец. Имбирь тоже не способствует сильно большой активности, может сжать семя в больших количествах, но так не сильно опасно, конечно, имбирь, ничего страшного нет. Черный перец тоже так, более-менее нормально, но вот красный перец опасно конкретно, и жареная пища может сжигать семя. Ну, и, конечно же, спирт, а тут вообще как бы базара нет. Семя после спирта становится пьяным. Она уже не может начинать. Очень важно перед зачатием решить психические проблемы, больше молитвы, больше духовной практики, потому что нужно ощущение счастья. Зачатие происходит с ощущением счастья. Очень важно знать, что вот сам процесс зачатия, именно, если говорить о мужском теле, то это ощущение победы, что мужчина, когда чувствует, что он побеждает в отношениях женщины, тогда семя становится сильным. если женщина толпает мужа постоянно и потом хвостей, то мужчина семя слабое будет, не будет силы зачинать. Вот, для женщины очень важно чувство комфорта во время отношений, чувство счастья. И женщина не должна чувствовать насилие над собой во время половых отношений, и также не должна чувствовать, что они противны. Вот эти два чувства насилия и противно. Вот эти два чувства означают шансы очень маленькие зачать, потому что яйцеклетка в этом случае бунтует, она не подпускает сперматозоиды. Вот эти ощущения психические у женщины, это как раз это не что иное, как ощущение яйцеклетки. Поэтому, если женщина как бы чувствует себя некомфортно в отношениях, надо задуматься, как сделать так, чтобы вы по-другому. Иначе могут быть проблемы серьезные зачатия. Итак, выбирая момент зачатия, люди должны учитывать свое душевное состояние, физическое состояние. Надо понять такую вещь, что вообще, если вы хотите желанного ребенка, то отношения должны быть добрыми. Муж и жена должны чувствовать друг друга родственниками. Они должны чувствовать теплоту друг от друга, что они очень близкие люди. Тогда ребенок тоже становится близким. это должно произойти. С этой точки зрения, конечно, пару лет пожить вместе перед зачатием здорово, но чаще все люди сейчас сходятся 29, 30, 40 лет и жить, почувствовать родство означает терять время. Поэтому все мои рекомендации, которые вам сейчас даю, они приемлемы только в том случае, если у вас есть время. вы в 22 женились, что сейчас маловероятно вообще в принципе, вот, и как бы у вас есть какое-то время. Но если времени нет, не надо там сильно расчеты, некоторые идут к астрологам, астрологи с умным видом говорят, вот у вас через 6 месяцев будет благоприятный период, момент, а следующий через полтора года. Поднимите руку, у кого такая консультация была. Есть такие люди? Да, вот не верьте этому человеку, не верьте, это бред. Если вы будете этому верить, вы никогда не начнете, понимаете? Потому что сейчас возможность зачать у всех очень низкая, с одной попытки получается редко, понимаете? Поэтому нужно просто честно как бы раз в месяц начинать, несмотря на гороскоп, как вот даст, даст. Потому что очень важно для зачатия, самый важный фактор это фактор готовности яйцеклетки, понимаете? Ну, то есть надо знать, что вот есть период овуляции такой. Ну, то есть вот после периода овуляции, когда в это время поднимается температура у женщины не под мышкой. вот и это подъем температуры длится всего там 48 часов. Вот это время является приятным и до этого времени за пару дней является вот но после этого времени уже зачатить намного тяжелее. поэтому вот это примерно там начиная с 12 заканчивая 16 днем с первого дня начала месячного вот в это время как бы начиная с 10 до 16 дня у некоторых женщин до 18 если очень длинный цикл там 36 дней допустим это благоприятное время для зачатия слушать астрологов слишком сильно на эту тему неблагоприятно потому что они в основном все теоретики они жизни не знают у них нет статистики понимания что происходит сейчас с людьми а с людьми сейчас происходит то что 40% населения бесплодие это статистика чтобы вы знали какого населения не бабушки а население которое потенциально может зачать вот это реально факты жизни сейчас наших и даже у людей все функционирует нормально из-за того что они живут ни на земле ни на природе ни в лесу они живут многоэтажки особенно в Москве у них возможность зачать очень низкая из-за того что неправильные условия жизни для этого и слушать астрологов то есть вам через полгода благоприятный период полгода подождали попробовали ничего не получилось дальше еще через полтора года попробовать это неправильно не верьте этому все есть какие-то отрезки более-менее благоприятные надо их использовать есть отрезки совсем неблагоприятные лучше воздержаться но если вам много лет тогда вам не надо смотреть на благоприятные отрезки неблагоприятные вам надо каждый месяц пробовать зачать и каждый месяц соблюдать церевал перед тем как попробовать это честно а как вы будете это уже ваше дело есть конечно какие-то моменты некоторые которые можно можно осветить непосредственно перед зачатием лучшие мужа жены и жене принять душ важно жене особенно тереться маслами ароматическими вот это активизирует гормональные функции сам зачатие должен быть счастливым больше любви друг к другу не не больше как бы этих каких-то ну станковый такой вариант как бы зачатие ткацкий станок больше любви суббот суббот вот вот есть вещи которые надо понять вот просто для половых отношений первые четыре дня категорически запрещены первый день месячных половые отношения разрушают здоровье мужа потому что в это время вся отрицательная энергия у жены скапливается в ее теле если начинается половые отношения то вся ее отрицательная энергия так она уходит в землю а так она идет в мужа если первый день после начала месячных дальше во второй день у женщины энергия ушла отрицательная у нее очень сильная чувствительность если во второй день совершать половые отношения то она теряет здоровье тогда третий день начинает после месячных меняться структура матки там слизистая начинает формироваться если в это время половой акт то здоровье матки портится а если в четвертый день сексом заниматься то если вы будете в этот месяц начинать ребенка потом то этот ребенок будет иметь плохие качества характера на четвертый день после начала месячных занимались сексом потом на 12 получилось зачатие ребенок будет иметь плохие черты характера если вы не верите проэкспериментируйте. Благоприятными для зачатия являются с 5 до 10 день 12, 14, 16 для рождения сына с 5 до 10 запиши 12 день 14, 16 для рождения сына 6, 8, 10, 12, 14 все четные цифры имеют женскую энергию. Когда зачатие происходит в четные цифры, то женщина очень привлекательна становится. В четные цифры женщина становится очень привлекательна. Это вызывает повышенный интерес у мужчины. Его внутренняя активность возрастает, и когда сила мужчины во время полового акта, его счастье, его сила, влияние, оно больше, тогда рождается мальчик. Если счастье женщины преобладает, ее сила, то тогда рождается девочка. Поэтому, если зачатие происходит в 5, 7, 9, 15 день, то мужчина, красота мужчины возрастает, его как бы, счастье от него больше рискует, и женщина больше счастья испытывает, тогда в эти дни рождаются девочки. Отвойня. Отвойня, это как повезет. Это уже просто награда. двойня, как вы можете прогнозировать, двойня уже от нас не зависит, правильно? Зависит от того, как работает функция у женщины. Сила семени. Можно и пятерлю родить. Истории, какие случаи есть. лучше так, как получится. А? Для ребенка и так, и так нормально. Когда двойня рождается, дети очень сильно любят друг друга. Они вместе, как бы, ну, им тяжело расти там вдвоем. Тесновато. Но зато, когда они рождаются, слушайте меня, не перебивайте. Зато, когда они рождаются, они потом друг другу помогают сильно энергетически. Это как биполярная система, понимаете? У одного здоровья хуже, другой помогает. То есть, они очень, ну, как друг другу сильно помогают. Они и дружат, и как бы, у них энергетика общая. То есть, они реально друг другу, как поддерживают друг друга. Силы больше у близняшек в развитии. Давайте попозже об этом. Вы не сдержаны. Расслабьтесь и слушайтесь сейчас. Что если у вас будет какой-то вопрос ко мне, вы хотите задать его, а в это время все мимо ушей пролетает. И так вся лекция, понимаете? Вы потом поймете, что вы лекцию не слышали, а хотели задать вопрос у лекции. Поэтому сейчас расслабьтесь. Слушайте. Олег Инатьевич, эко, эко, Олег Инатьевич, эко. Расслабьтесь. Эко будет поздно. Я обязательно вам отвечу на ваши вопросы. Итак, вы поняли со днями, да? Вот дни недели. Но не сильно запаривайтесь по этому поводу. Потому что не факт, что вот обязательно в четные дни мальчик. Не обязательно. Бывает в четные дни девочка, а в нечетные мальчик. Потому что есть много других факторов еще влияющих. Бывает в людей в принципе мальчик не может родиться. Потому что не положено. Я энергетически это чувствую по активности фаланги. Если у вас есть такая способность, то я вам открываю тайну. Когда энергия тепла и ну как бы сильное тепло идет от большого пальца последней фаланги на левой руке, то рождается девочка. Когда от последней фаланги безымянного пальца тепло идет сигнал, то склонность зачать у мальчика значит. У кого? У кого? И у того, и у кого. А у кого пересилит уже. Руку поднимите левую. Левую руку поднимите. Да. Покажите мне вот так. Наоборот. Вот так, да. У вас девочка сейчас склонность зачать у девочки. Вот сейчас, на данный момент в это время пройдет несколько лет может быть поменяет ситуацию. Сейчас так вот а у меня один. Как это определить? Просто возьмите фалангу вот так подержите ее минуту. Если она такая жесткая, твердая не нагревается значит не то. А если нагревается сильно как бы становится горячей значит то. Ну то есть большой палец последняя фаланга девочка казать безымянный последняя фаланга мальчик. У меня вопрос по 11-12 дню почему эти дни нельзя? Почему нельзя? Ну то, что нельзя. Просто они жесткие эти дни понимаете они энергетически плохие. То есть балаба может проходить в напряженной атмосфере нервное состояние нервное может быть напряженным. это напряженные дни понимаете? В этом проблема. Но если у вас нет выбора понимаете еще раз повторяю если у вас овуляция произошла в этот день и вам 40 лет и у вас нет выбора как бы понимаете то вперед не слушайте астрологов там еще каких-нибудь людей которые теории зашорканы они не понимают что у вас нет вариантов просто понимаете что вы можете вообще без детей остаться я говорю о том когда лучше когда хуже просто и все а это не значит что надо все теперь если все будет соблюдать у вас получится два дня в году я вам уже говорил есть еще какие-то варианты моменты есть классика то что важно например важно знать что солнце должно сесть должно быть темно в начале зачатия это соблюдать несложно если солнце садится темнеет и вы в это время начинаете может психически больной ребенок зачаться а если вы утром начинаете когда солнце уже восходит в рассвет то тогда очень чувствительный ребенок может быть слишком чувствительный а если днем начинаете тогда будет болезненный ребенок родиться а если ночью тогда здоровый Система ясна? Зачатие под силой Луны, под влиянием Луны должно быть целью. Но какие дни лучше избегать? Если у вас, допустим, идет религиозный пост какой-то, и вы хотите зачинать в этот день, неблагоприятно. Неблагоприятно поститься и зачинать одновременно, неблагоприятно, это нехорошо. Есть еще такой особый день, 11 день возрастающей и убывающей Луны, два дня в лунном месяце, напряженные очень дни, тяжелые, то есть в это время зачинать тяжело, потому что энергетика очень тяжелое пространство, и в эти дни много аварий, происходят скандалов там и так далее. Ну то есть в те дни 11 восходящей Луны и нисходящей являются не очень благоприятными. Но еще раз повторяю, если у вас нет выбора, тогда не думайте об этом, просто «just do it». Вас надо как-то смешить, иначе вы засняли далее. Вот точно, когда не надо, зачинать точно. Это во время лунного или солнечного затмения. Вот это затмение. Вот этого точно не надо уже, на сто процентов. Зачатие во время лунного или солнечного затмения. До свидания. В день ухода из жизни вашего близкого родственника. Вот это тоже «до свидания». Если гибель родственника произошла, в этот день зачатия не надо. Нельзя совмещать смерть и жизнь вместе, как бы нельзя. Надо отойти от того состояния, и потом дальше появится в жизни. Вот. Дальше. Ну и как бы так же неблагоприятными днями недели являются вторник, суббота и воскресенье. Суббота и воскресенье. Но это все просто теория. Теория. Еще раз повторяю, если у вас, допустим, во вторник овуляция пошла, и вы, вам сорок, может сорок пять. Вот. Вперед. Я благословляю. Ничего страшного. Какой благоприятный день? А, благоприятные для зачатия. Понедельник, пятница, среда. А сам на день? Те, которые я не назвал. Четверг. Благоприятный. Ну и так далее. Я сейчас не буду все вам перечислять. Если сейчас все перечислять, то останется два дня в году. Все. И это информация для предыдущих эпох, когда люди жили на природе, когда мужчина только взглядом посмотрел и уже начинает, понимаете? Не то, что там семя как-то отдавать. Вот. Понимаете? Сейчас другая ситуация. Сейчас, дай Бог, вообще мужчину найти. Не то, что там. Некоторые уже женским голосом поют там и так далее. Уже страшно. Ситуация страшная. В этом плане. Есть еще какие-то признаки, которые могут вам помочь определить, что произошло. Если во время зачатия небо чистое, видны звезды, скорее всего, родится мальчик. Если небо тучками покрыто, плачками, скорее всего, девочка. Вот. Для увеличения семени, силы семени, в день зачатия мужчина должен есть сладкую, кислую, соленую пищу. Если хочется мальчика. А женщина в этот день должна есть горькую, острую, вяжущую пищу. Может чуть-чуть поститься, не сильно. То есть, если хочется мальчика, женщина кушает меньше и похуже. Мужчина кушает получше и побольше. И, как бы, корень срешения там, корень хрена. Вот. Ну, что-то такое вот. Вот. Не надо хреновую водку в этом. Думает, что она тоже поможет. Нет. Спирт не поможет. Вот. Если больше удовольствия получает женщина во время полового акта, то, скорее всего, девочка зачнется. А если мужчина, то мальчик. Что, это не так сказал? Нет. Как определить, спрашивать. А? Как определить, спрашивать. Как определить, кто больше удовольствия получил? Никак не определишь. Вскрытие покажет. Вамwesters mortality? Нет. Как определить, кто больше удовольствия получил? Потом узнайте со временем. Давайте посмотрим. ну вот и все такое как бы чисто техническая информация теперь по жизни а по жизни значит хочу вам сказать хорошую новость добрую новость рекламная акция сейчас небольшая но вы не воспринимайте это как призыв какой-то потому что ну это кому как кому как опять же но вот сейчас у нас кстати у нас нет нехватки пациентов у нас сейчас серьезная очередь в клинику но хочу сказать что мы где-то полгода назад начали лечить корнями и это лечение показала блестящие результаты по бесплодию рассасываются кисты мастопатии миомы и и у мужчин мужской бесплодие даже запущенное лечится и даже когда мужчин варикоцелит и мужчин когда ну сильная нехватка семени или нулевой вариант семени говорят что вообще никаких вариантов можно все равно попробовать лечиться корнями для того чтобы лечиться корнями не обязательно к нам ехать мы сейчас все подбираем по фотографии я тестирую без ошибок по фотографии мы высылаем корни высылаем травы там специи все что нужно для лечения на дом вся информация есть бесплатная консультация проконсультируйтесь узнаете как бы но это не заменяет ваши усилия могу вам сказать точно что если у вас есть допустим уже кисты миомы там всякие уже какие-то такие вещи то лучше полечиться а если у вас все нормально последовательно показала что все в норме зачатие не получается никакого лечения вам не нужно вам нужно просто сделать следующее начать питаться как я вам сейчас рассказываю начать делать каждый день зарядки женщинам ближе к земле я буквально даже может быть вам смешно будет но если вы возьмете тазик землей просто тазик землей и будете ножки ставить на землю на эту хотя бы там по два часа в день ну там книжку читаете дома или просто домой приехали отдыхаете ножку в тазик землей то на энергетическом плане пойдет контакт землей понимаете как на организм настраивается ну как резонанс метод резонанса то есть вы энергию земли ловите и получается что у вас ну женская энергетика начинает работать правильно это очень важная рекомендация пытайтесь и следовать следовать также больше сырых корнеплодов для мужчин и для женщин больше салатиков с корнями есть и еще дополнение одно мужчинам семя проросшие а женщинам молоко молочная пища запомнили систему питания вот это то что помогает изучать и женщинам также хорошо есть еще зелень можно ее растить если вы сомневаетесь в том что в магазине в праздник выращивать сами это очень легко она растет просто сама посадили на болт на кто кого на подоконнике растет поднимите руку нормально растет вообще делать ничего не надо шурует и шурует только режь правильно вот и все все же просто на самом деле поливайте и срезайте все более экономия сейчас же экономить надо время такое и хорошая зелень будет качественная на солнечной стороне где солнце восходит если окна есть нас вообще супер врач итак давайте будем двигаться вперед значит очень важно знать что есть какие то моменты которые в целом помогают половую систему как бы возможность зачать сохранить надолго первое что надо знать точно никаких абортов дорогие друзья никаких абортов второе что надо знать точно никаких никаких вот этих вот препаратов которые ну женщины пьют таблетки для того чтобы не было зачатия вот это безумие просто безумие современной культуры пожалуйста этого не делайте то есть вы спросите как предохраняться там все прочее да вот но если вы хотите зачать ребенка зачем он предохраняется не предохраняйтесь просто пускай зачнется когда сможет это будет лучше чем испортить себе гормональные функции если женщина пьет гормоны то ничего хорошего с ее здоровьем уже не будет понимаете гормоны все разрушают здоровье все до одного пожалуйста не пейте противозачаточные гормональные средства я вас умоляю не делайте этого если начали делать заканчиваете а если без них уже не может жить организм тогда приезжать на лечение мы вас снимем с этих гормонов или просто начните питаться корнями и делать зарядки и еще кое-что что я вам сейчас скажу есть как бы несколько упражнений которые реально как бы дают возможность и мужчинам и женщинам значит смотрите есть если если у мужчины очень перегревается семя еще раз повторяю горячий сон кошмары ночью снятся душно спать вторая вторая причина это преждевременное семяизвержение третья причина это ну вы перекрываете с отжаркой жарю на острое пище а гастриты начинает сразу плохо становится а вот жареную пищу по еле плохо становится вона семя из коллектива Cadillac покрывается острые пищи поели плохо становится На солнце вышли, походили, на солнце погуляли, плохо становится мужчинам, значит семя перегревается, вы не можете зачать ребенка, значит у вас горячее семя, если семя горячее, слушайте меня, значит надо сделать следующее, кушать корнеплоды вот эти вот, там морковь допустим, можно морковный сок пить, дальше корень сельдерея, корень пастернаков, салаты добавлять, хорошие зерна есть, и в целом кушать больше сырой пищи, сырая пища остужает организм, сырую пищу это не означает как кровь, там морковку грызть, понимаете, то есть можно салаты делать с маслом, надо сделать так, чтобы это было вкусно, подумайте как это сделать, но если вы будете сырую пищу есть, то у вас будет увеличиваться, охлаждаться семя и вы сможете зачать. Есть другой вариант мужчин, которые мерзнут постоянно, у них напряженная психика очень, вот, у них снижена потенция в целом, как бы им неинтересны половые отношения, вот. У них может импотенция проявляться в том, что просто как бы нет желания, ничего не возникает, это означает, что не хватает огня в организме, огненной энергии не хватает. В этом случае тоже надо есть корни, но вот в этом случае имбирек, кстати, хорошо показан, корень имбиря, корень куркумы, горячие уже корни, то есть имеющие активность такую. Ну и всем, без исключения мужчинам, если не хватает возможности зачать, надо покупать женьшень, не в спиртовой раствор, а просто корень женьшенья, можно в порошке, можно так, заваривать и пить, заваривать и пить. Вот, корень хрена также. И еще я вам один метод сейчас расскажу, который никто не знает, будете первыми. Или корень женьшенья, или корень хрена, можно взять в пакетик, количество корня, где-то, ну, может быть, грамм пять. Просто взять в пакетик и перед зачатием, за три часа и на время зачатия, прилепить себе на поясницу самая нижняя часть, где еще спина. Там, самая нижняя часть, где еще спина, туда прилепите, вот, просто скотчем. Медицинский. Есть пластырь медицинский. Ну, я делаю так, чтобы хоть немножко сменяться, а то и скучно все. Есть медицинский пластырь, был в рулончике такой. Возьмите им вот так, прилепите пакетик салафановый, корень внутри пакетика находится. Прям вот этот пакетик прилепите. Вы не представляете, какая это сила, просто не представляете. Это мощнейшее воздействие будет на семя. Оно просто взорвется. Не волнуйтесь, оно взорвется где надо. А как, вертикально или горизонтально? Подойдете ко мне, я вам расскажу. Корень, корень вертикально должен стать. Ну, даже если он будет горизонтальный, сейчас скажешь. Но этот метод просто потрясающий. Вы даже не представляете, вот этот выпитый женьшень внутрь, он действует намного-намного слабее, чем вот этот женьшень, который будет стоять у вас на пояснице. Вот, и вообще, как бы, если у мужчины реально бесплодие развивается, то каждый день носить по два часа, такой корень. Корень можно носить максимум 16 часов, а потом он теряет силу полностью. И если он сухой, да, 16 часов. А если он сырой, он сразу прокиснет там у вас в пакете. Этому надо сначала высушить, и потом уже носить. Это мощнейшая методика. Вы не представляете, какой силой она. Вы просто не представляете. Это мощнейшая вещь. То есть активизация идет колоссально. То есть вот этот метод очень мощный, я вам советую им пользоваться. А женщине какой? Я не пробовал, как бы, не знаю. Я этот метод только начал изучать. Несколько пациентов попробовал, посмотрел. С женщинами я могу попробовать вам сказать какие-то варианты. Но вы попробуйте, поставьте, если почувствовать что-то не то, не делайте. Корень петрушки попробуйте. Он сильный. Он может так делать, помогать. Куда ставить? Куда же? Где спина заканчивается. А, знаете, женщинам... О, точно, вот женщинам точно. Белая редька. Кусочек белой редьки в редьке можно ставить. Супер. Женщины супер. А? Сухой корень. Сухой корень, да, белой редьки. А где женщинь взять? Где женщинь взять? Женщинь взять у бабок. Бабок. Бабки знаете? Это высокая форма жизни. У них есть женщинь. А по центру ты не ставишь? А? По центру ты не ставишь? И пластырь медицинский. На спину. Ну, где копчик у вас? Где? Ну, где копчик, да. А зачем спать? В какой позе лучше начинать? Лучше всего, вот, женщина должна лежать на спине. Это самый лучший вариант. Для зачатия самый лучший. Итак, движемся вперед. Вот, если мужчина сильно горячее, то ему подходит следующее упражнение. Вот так, смотрите, ножки, вот так вот, ну, вот это ноги, вот ноги. Это стопы, вот это вот стопы, да? Их вот так соединяете. И старайтесь приблизить стопы ближе к себе. Получается, колени разведены по бокам. Ну, они сначала, конечно, не по бокам, они вот так вверх идут. Но постепенно можно их, как бы, тренируясь, опустить чуть-чуть пониже. И получится поза бабочки. Человек сидит, у него такая полусогнутая чуть-чуть спина. Стопы друг к другу. И колени разведены в боки. Когда человек так сидит, и можно молиться в этом положении, очень сильно концентрация, повышается внимание, то остывают половые органы, как бы меньше грез по поводу женщин. Семя становится сильнее, и половые расстройства у мужчин лечатся. И вот тем мужчинам, которым семя горячее, это упражнение крайне необходимо. И также это упражнение крайне необходимо для всех до одной женщины. Если женщина хочет зачать ребенка и выносить то, вот эта поза бабочки, когда стопки вместе, ноги разведены, сидеть 40 минут хотя бы в день, читать молитву какую-то... Ну, невозможно ровно, она будет чуть-чуть вот так согнута, чуть-чуть согнута. А руки как должны быть? Руки, они в молитве могут быть просто. Но в это время, понимаете, просто так сидеть неправильно, потому что в этом... Вы понимаете, всегда эти упражнения работают очень сильно, если у человека была очень вдохновленная психика в это время. Потому что когда человек сидит в какое-то положение, допустим, в югической козе какой-то сидит он, то в это время есть два варианта мышления. Один вариант, мне больно, тяжело, это разрушает здоровье. И второй вариант, когда человек не думает о том, что ему тяжело, он в это время молится. И вот эта молитва вдохновенная, она дает энергии для здоровья. И тело наполняется здоровьем от этого. Поняли систему, да? То есть если вы просто будете мучиться сидеть, это не поможет. А если вы вдохновенно будете концентрироваться на молитве, тогда это поможет. Поэтому Бог помогает по-любому. Вот знаете, если вот эти упражнения статические, неподвижные, это вообще мощнейшая сила, которая дает человеку вылечиться от всех болезней. Система такая. Можете взять любое упражнение и не двигаться. Можно просто встать и не двигаться вот так стоять. Как, допустим, в православных церквях делают в храмах ночное обдение. Люди стоят, не двигаются вот так, думают о Боге все время. В молитве, в песнопении не двигаются, стоят. Сначала тело затекает. Потом тело все немеет. Потом раз, пробивается, появляется легкость во всем теле. Кто испытал хоть раз это состояние? В этот момент у вас хронические болезни пролечились. То есть вы очистили свои тонкие каналы. Когда человек вот замирает, стоит, не двигается, и он вдохновенное состояние имеет, в это время у него прочищаются тонкие каналы психические, и он вылечивается от заболеваний тяжелых. И в тот момент, когда все тело напрягается и плохо становится, в этот момент нельзя прекращать. В этот момент надо наоборот продолжать, и тогда легкость постепенно возникает, и победа над болезнью происходит. А если вы используете эти положения, которые связаны еще с зачатием, тогда вы можете вылечиться от бесплодия. Итак, поза бабочки для всех женщин и для мужчин, у которых горячая семья. Дальше. Есть такое положение, когда человек сидит на ягодицах. Называется поза алмаза. Вот так вот. То есть подгибается под свои ноги и садится на ягодицы у человека. Ну то есть стойка на коленях, человек стоит на коленях, а потом садится со стойки на коленях. Получается поза алмаза. Поза алмаза предназначена для усиления семени у мужчин, у которых холодная семья. У них как бы в целом трудно, как бы половой акт трудно происходит. И им очень, ну они сами по себе такие мерзляки, у них плохо переваривается пища, они не любят на солнышке греться и не любят холода. Так же не любят есть холодную пищу и сырую пищу не любят есть. Вот таким людям хорошо сидеть в позе алмаза. В этом случае у них возможность появляется зачать, у них увеличивается сила семени. Тоже как надо сидеть в молитве долго. Обычно у нормального человека где-то от полчаса до часа пробиваются каналы тонкие психические. То есть сидеть от полчаса до часа кому-то может быть через 20 минут легкость появляется. Когда появляется легкость, потом через минут 10 появляется уже усталость. Поэтому в тот момент, когда начинает усталость появляется, лучше закончить. И выходить из этого положения надо постепенно, аккуратно, как бы потом еще посидеть, дать организму отдохнуть. Если вы делаете упражнение, которое сгибает человека вперед, то после выхода из упражнений надо немножко поделать упражнение, которое сгибает человека назад. Это важно, ну как ключ называется, то есть важно, чтобы динамика в организме, она не зацеплилась в одну сторону, а был баланс. Ну то есть вот ползу бабочки, если вы делаете, у вас тело сгибается вперед. Когда вы уходите из нее, можно встать на колени и чуть прогнуться назад, минутки 2-3 так посидеть, и что баланс, тело баланс пошло. Вот. Женщинам, у которых недоразвита матка, и у которых, которые чувствуют как бы холод во время половых отношений, так же хорошо сидеть в позе алмаза. Но именно понимать не по 5 минут в день, а это работает, когда вы сидите от получаса до часа, когда вы чувствуете все эти процессы. Сначала тело затекает, потом немеет, потом появляется легкость и расслабленность. И вы должны психически стремиться к этому, вы должны молиться Богу и хотеть вот этой легкости в теле, не хотеть вставать с этого положения, а хотеть ждать. И постепенно она начинается у кого-то сверху с головы и опускается вниз, а у кого-то с ног вверх поднимается. Но если вы дождетесь этого, значит у вас все пролечивается, вы побеждаете свои болезни таким образом. Потому что тонкие каналы пролечиваются через аскезу психическую. И так же психика восстанавливается с помощью этих вещей и продлевается продолжительно жизни. Если человек пролечивает себя так каждый день, то он будет жить очень долго, без всякого сомнения. Хотя бы пару таких упражнений в день делать, и будет очень мощное здоровье. Значит очень важно знать, что у мужчины семя сгорает так же, когда он очень тепл, тепл, тепло кутается, когда спит. То есть когда ему жарко во сне, то в это время сгорает семя. Нельзя перегреваться. Также нельзя есть очень-очень острую пищу. Допустим, вы жарите, там остро едите. Это сжигает семя. Семя сжигает так же спирт. Если вы распиртованы, то зачать сложно. Семя теряет силу. Теперь смотрите, вот вы обследовались, попробовали несколько раз зачать. И в течение года, допустим, вы пробовали зачать раз десять, у вас не получилось. Это значит, что у вас бесплодие. Сто процентов. Есть бесплодие, как бы такое запущенное, а есть бесплодие просто от неправильной жизни. Если у вас бесплодие какое-то, неважно какое, следующий шаг это обследование. Надо идти к врачам и смотреть все. Женщине проверяться надо серьезно, потому что женщина с женской бесплодией лечится тяжелее, чем мужское.